Каждый в группе риска. 28 июля во Всемирный день борьбы с гепатитом на улицах Сургута прошла акция, цель которой рассказать людям о вирусе и заболеваниях, которым приводит гепатит. Острая печеночная или почечная недостаточность, цирроз или рак печени, поражение суставов. Многие также не знают о важности профилактических мероприятий. Это элементарное соблюдение правил личной гигиены, термическая обработка овощей и фруктов. Причиной заражения вирусными гепатитами В и С может стать татуаж и нанесение татуировок нестерильными иглами, внутривенная наркомания и незащищенный половой акт. В настоящее время в соответствии с приказом Департамента здравоохранения проводится диспансеризация населения. Во всех муниципальных учреждениях города Сургута любой желающий пациент может пройти бесплатное обследование на наличие антител к ВИЧ-инфекции, к вирусу гепатита В и С. В прошлом году в Центр лечения хронических вирусных гепатитов заболеваниями гвирусного гепатита А поступили 18 пациентов. За 7 месяцев текущего обратились 8 человек. Отмечу, что для этого типа характерна сезонность. Чаще всего это заболевание развивается в осенне-зимний период, поэтому показатели еще могут измениться не в лучшую сторону. Если говорить о вирусном гепатите В, в 2015 году таких пациентов поступило порядка 18, в 2016 году 4 пациента. Вирусный гепатит С в 2015 год порядка 20, в 2016 году около 19. Если рассматривать хронический вирусный гепатит, то здесь, кажется, немножечко другая. Хронический вирусный гепатит С в 2015 год около 350 человек, в 2016 году порядка 100 человек. Это те, которые обратились в Центр лечения хронических вирусных гепатитов.